С неизменным успехом, всегда при полных залах, проходят в Санкт-Петербурге концерты группы «Ларга». Духовно-просветительский центр Александра Невской лавры «Светодуховский» давно стал почти родным для группы. И петербуржцы всегда с нетерпением ждут православный коллектив, чтобы услышать вновь их прекрасные голоса. Каждый концерт группы «Ларга» сам по себе уже подарок для зрителей и слушателей. В этот раз на концерте был представлен новый альбом «Не отврати лица твоего». С огромной радостью мы хотели бы представить сегодня и телезрителям телеканала «Союз» и, конечно же, людям, которые придут в Александра Невскую лавру, где мы сейчас находимся, наш новый альбом. Великопостных песнопений, песнопений Великого Поста, Страстной Седмицы. И по просьбам зрителей, по просьбам слушателей мы включили в этот альбом еще кофизмы с первой по пятую царя и пророка Давида, псалмы. Вот это для нас, конечно, огромная радость, что уже люди просят нас что-то добавить в какие-то из альбомов. Вообще-то наш не первый альбом. Первый альбом мы выпустили, назывался он «Душа, мое восстание» с благословением митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Это было в 2018 году, когда у нас еще не было так много духовных песнопений, и мы еще только начинали свой путь участия в Божественной Литургии. И с благословением Владыки Павла все получилось. Мы ровно за Великий Пост записали диск Великопостных песнопений. Любое доброе дело не бывает без искушений. А для нас вообще это было, ну знаете, такое погружение в новый мир музыки. Но Владыка Павел нам сказал, что ребята, вот мы выпустили, слава Богу, за все альбом. Это первый наш альбом. Второй выпустили альбом «Благодарю тебя, мой содержитель». Содержание этих альбомов было все-таки духовные канты. Мы были счастливы, что это случилось. То есть Владыка говорит, нет, вы не познали глубины православной музыки. Великопостные песнопения. Вот когда мы уже получили нотный материал, начали над ним работать, действительно, как вы правильно спросили, были определенные искушения и сложности, потому что, ну и в студии какие-то возникали такие, знаете, трения, как сделать, как лучше спеть. Но тем не менее мы с этим справились и получили достаточно высокую оценку от экспертов, кто разбирается именно в православной музыке. Итальянское слово «Ларго» является не только музыкальным термином. В переводе оно означает «широко», «вольно». Вместе с прекрасным исполнительским мастерством солисты, полюбившиеся петербуржцам арт-группы «Ларго» обладают редким даром. Они очень любят музыку души, зрителей, умеют слушать и слышать, и беззаветно служить Богу и Церкви. И помогай им в этом, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!